Привет, девочки! Сегодня я хочу вам рассказать про дешевую китайскую вышивку, которая у меня есть в коллекции моих рукодельных запасов. И вот так начнем. Всего у меня 5 наборчиков и я хочу вам все это показать, распаковать, показать какие ниточки, какая канва, какая схемка, все показать, рассказать, где купила я и так далее. Всего у меня 5 наборчиков. Когда я их покупала, их там было конечно большое количество разнообразных, причем все были в одном экземпляре. И я выбрала вот то, что мне больше всего понравилось. Купила я их в городе Сочи летом, в июле месяце, когда мы ездили туда. Вот так во время отдыха купили их. Причем они продавались очень подешевой цене. Вот я даже не отрывала 490 рублей. Хотя в то время наборы стоили там тысячи или больше. Вот такие наборчики я купила. Это набор бабочки. Дальше набор такие пионы. Домик. Осенний домик. Зимний. И там птички в зеленых. Есть их. В принципе эти наборы мне покупались как бы вот именно только потому, что они стоили недорого. Вот цена. Я их не даю. 320 рублей. 600. 90. А хозяйка рукодельного магазина, она долго не могла продать эти наборы. Все-таки в Сочи туда люди приезжают отдохнуть. И вот среди всех этих надувных матрасов, отделов с купальниками, отделов с защитными очками. Вот представился такой маленький кружок. Представляете, иду по рынку там в Сочи. Вот такой маленький отсек, отделчик с этим рукодельником. Среди это чучелы, персиков, купальников, надувных матрасов, надувных кругов. Такого летнего пляжного. Вдруг такой вот такой уютный отделчик. Причем цены были очень дешевые. Вот такие толстые наборчики. Видите, упаковка. Я даже специально поближе сняла. Вот. В принципе, меня поразило, что и недорого. Но вот опять же сказала продавец, что хозяйке нужно продать. Она не может никак продать. Вот нет спроса на эту рукодельную. Она цену опустила, чтобы быстрее все купили. Вот. И таким образом появились эти наборчики у меня. Я купила сначала в один день, перешла. Поскольку мы были много дней на море, то вот я в один день куплю набор. Потом хожу, думаю, хожу, думаю. Потом второй куплю наборчик. И хожу, думаю. И вот так за время отдыха я прикупила вот эти пять наборчиков. Сейчас я вам показываю толщину набора, саму упаковочку. Вот набор пионный, не пионный китайский. Вот она у нас с такой кнопочкой. Очень толстая. Камбы там, не знаю, как на целу простынь, наверное, отрезана. То есть она такая большая. Видите, такая очень большая. Как слушайте, либо простынь, либо под одеяльником положили. То есть упаковка напоминает, как упаковка постельного белья. Бордо для вышивания такой. Вот и там ниточки. Сейчас все это достанем и посмотрим. Я буду все распаковывать на ваших глазах и смотреть вместе с вами. Вот это схемка. Схемка вообще в виде брошюры. Поскольку канва тут как простынь, то есть схема у нас не один листок, а целая брошюра. Так, нитки. Вот уже видите, сколько много ниток. Сейчас откроем тут все это, посмотрим. Вот брошюр. Посмотрите, сколько. 19, 21, 21 страница. Вот такой набор. Опять же повторюсь, как упаковка постельного белья. Он так выглядит совершенно. Стоило вообще какие-то крепеньки. Так, вот сейчас открываем. О, подарок еще даже. Мало того, что не столько ниток наложили. Такую огромную канву они еще. Вот еще подарок положили. Так, так, что у нас там. Сколько ниток. Маганайзер. Очень много ниток. Вот сама обложка, да, с наборчика этого постельного в павочках белья. Вот сама. То, что у нас картинка какая должна появиться. Еще видите, как на постельном белье. Размеры 87 и 60, 173. Сумаслите. Так, вот инструкция. То есть схема брошевальная. Вот она в виде целой брошюрки. Такого журнальчика даже. Размером как журнал. Вот канва. Так простынь. Это вообще смысл. Вот. Дешевый китай. Вот такой канва. Так, канвулочки нам еще надо посмотреть. Потом будет поискать. Есть ли они? Ну, в принципе, должны, наверное, в канву вставить. Так, канва. Посмотрели. Вот нитки. Вот такой органайзер. Очень щедро намотан. Отмерено ниток. Очень щедро. Вот органайзер. Так, 32. Здесь 32. Вот мы видим. 32 деления. И в них, в каждом, вернее, ниточки у нас продеруты. 32. Красивые нитки. Яркие. Приятно смотреть. Сочетаем. Кремлевые. Зеленые. Зеленые. 32 лунки тут. И в каждой лунке по отрезу ниток. Некоторые отрезы очень богатые. Не знаю, буду вышивать, если... Сейчас буду показать, сколько останется. Мне кажется, много останется. Мне кажется, вот тут щедро отмерено. Очень щедро. Вот еще один у нас органайзер. Так, да, 44-го цвета. Значит, вот тут еще у нас добавляются лунки. Всего, значит, 44 цвета в игре. В этой вышивальной участвуют. Ну вот. 44 цвета. Ну, в принципе, для такой работы, я думаю, у кого-то... Так, у нас будет картинка с пеной. Так. Что у нас еще там? Так, здесь у нас еще был подарок. Это такой наборчик с отрезами ниток, которые было не жалко положить производителю. Здесь у нас цвета зеленые преобладают и красные. Я вот не знаю, это на случай, если нам не хватит ниток, они положили. Вот они думают, что зеленых и красных нам не хватит. Либо это просто вот они положили и нам хватит зеленых и красных, а вот этих ниток они просто положили как подарок. Ну, очень приятно. Помимо того, что такой шикарный большой набор, богато ниток, богато схемосом, богато простынь, канва. Помимо этого, значит, вот они еще подарок положили. Сейчас схемку посмотрим. Рунальчик. Так, ох, как крупно все напечатано. Так, отлично. Так, смотрите, 21 страница, все пронумеровано. Центр 11, да, синяя звездочка. Так, вот мы будем смотреть. Видите, здесь иероглифы у нас будут вверху. Вот они, первая страница иероглифа. Вот здесь такой у нас ключ. Находится, когда мы будем расшивать, ниточки будем подбирать согласно этому ключу. Вот, всего у нас 21 страница, как я говорила раньше. В серединке у нас 11 страница. Так, на первой у нас располагается иероглиф. Что они значат, неизвестно. Надеюсь, что это хорошее. Любви, пожелания, счастья, богатства, удачи. Так, вот видите, здесь, да, на обложке и на первом листочке указаны вот эти роли. Вот я не знаю, их вышивать, не вышивать. В принципе, если не вышивать, пустое место останется. Надеюсь, что это хорошее значит. Так, вот мы открываем наш журнальчик со схемой. Вот такие прекрасные цветы. Все крупные квадратики, яркие, все четко видно. Потрясающе. Такая полиграфия, такая бумага хорошая. Просто восхитительно. Всего, как я говорила, 21 страничка. Вот так все будет. Я быстро пролистаю вам, чтобы вы поняли, что там есть внутри. Надеюсь, производитель не разорился. Такие щедрые подарки. Такая роскошная схема. Так, вот две иголочки были в конве. Помните, я говорила, можно поискать. Вот они были в конве. Так, вот такой наборчик. Я помню его покупала. Вот такие ниточки у нас на бочке. Подарочек. Вот такой набор. В принципе, мне очень понравился. Вот здесь, когда я распаковала. Он выглядит, видите, как набор постельного белья. Даже вот все размеры указаны. Постельного белья. Вот. Это я вам показала набор. Ну, кстати, не 690, он там дешевле еще стоил. Там скидка какая-то. Дальше у нас наборчик с бабочками. Он 100 или 320 рублей. Он был со скидкой. То есть, там 100 или 200 рублей. Я не помню точно. Он представляет собой такой же, опять, как в комплекте белья. Напоминает собой комплект белья. Так. Вот так. У нас выглядит так дружка. Название фирмы. Я не знаю. Не понимаю. Вот. Разворачиваем. Здесь у нас вот тоже заклепочка такая. Раскрываем его. И посмотрим, что внутри. Весистые. Вот такие бабочки. Так. Вот такой увесистый отрез ткани. Органайзер с ниточками. Такие приятные цвета. Мне очень нравится. Вот они как-то все красиво, уютно тут сидят. Красиво сочетается друг с другом. Очень красиво. Сколько у нас здесь? 29, да? Лунок заполнен. Схемка. 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 А. Сверху видите еще реклама. С одной стороны. Реклама. Вот такую покупаете. Наборчик такой. То, что там написано этими роликами. Неизвестно. Ну, надеюсь, что-то приятное, хорошее. Пожелание добра, счастья. Какая-то молитва или что-то. Не знаю. Заклинаю. Так. Вот такая схемка. Все крупно. Сейчас я быстро тут промелькну. Вот так все это выглядит. Очень мне нравится. Так. Испаковываем. Сейчас я все подниму. Покажу. Вот такие меточки. Вот так. Очень. Так. Еще. Вот здесь две иголочки у нас. Ниточек нам нужно очень много. Очень щедро. Надеюсь, их хватит при вышивании. Такие красивые цвета. И сочетание цветов алый. Такой темно-синий. Очень красивое сочетание. Две иголочки, как я уже говорила. В любом случае, если одну потеряешь или сломаешь. Все очень удобно. Вот такая схемка. Вот такая будет работа готовая. Очень красиво выглядит. Вот такой наборчик. В этой первой части я вам успела показать только два набора. Пионы и бабочки. В следующей части я вам покажу другие иголочки. ПО�НЯ… Субтитры создавал DimaTorzok